Эту сцену может узнать каждый. Прибытие Аладдина во дворец в образе принца – самый яркий момент. Причем, совершенно неважно, смотришь ты фильм, мультфильм или театральную постановку. Сейчас работа над ней в полном разгаре. Пришел такой бодрый и дерзкий. А хозяин он. Хозяин он. Это он правит бал. Совсем недавно труппы театра получила новые костюмы, а также установили декорации. Их изготовили специально для спектакля «Волшебная лампа Аладдина». Это стало возможно благодаря участию в федеральной программе «Театры малых городов». Актеры рассказали, что репетиции в костюмах помогают быстрее к ним привыкнуть и лучше вжиться в роль. Все ходят, говорят, у тебя самый лучший костюм, самый дорогой. И я думаю, ну правильно, у султана должен быть дорогой, хороший костюм. Ну зачем? Всем остальным надо подешевле. Художники по костюмам говорят, вдохновлялись персидскими гравюрами 10-15 веков. Но некоторые детали образа дополнили сами актеры. Сережа Метелкина открылся талант резьбы по дереву. Посох колдуна – это просто абсолютный хендмейд. Он вставил туда камни, то есть он очень здорово работает. Алибарды он вытащил. Ну то есть просто столько тепла и столько какой-то хорошей энергии создатели спектакля вложили во все, вот даже в эти мелочи. Лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Инна Монастырская посетила репетицию. Она высоко оценила новые образы актеров и рассказала о новых инициативах горожан. В рамках движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» жителями нашего города предлагаются очень интересные инициативы, которые мы с удовольствием поддерживаем. В частности, в Центральной детской школе искусств открыты новые направления для обучения взрослых. Это хореография и живопись. Увидеть премьеру «Восточной сказки» можно будет 12 и 13 июня. После чего театральный сезон завершится и труппа до осени уйдет на каникулы. Кирилл Петухов, Николай Забродин, Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова